В Китае в нескольких крупных городах смягчили коронавирусные ограничения. Так, в Пекине с 5 декабря жителям не нужно будет предоставлять свежие тесты COVID-19, чтобы воспользоваться общественным транспортом. Такая мера, напомню, действовала сместные этого года. Аналогичные обослабнения уже вступили в силу в Цензине, Ченду и Шенчжине. В Гонжо отменили обязательную проверку результатов тестов в ряде общественных мест с низким уровнем риска. Постепенно снимают ковидные ограничения и в Цензиану и Курском автономном районе. Подробнее о ситуации в регионе в нашем сюжете. В Цензиане жизнь возвращается в нормальное русло после крупной осенней вспышки коронавируса, для борьбы с которой власти были вынуждены ввести ряд строгих ограничений. Сейчас их постепенно снимают. Кроме того, для поддержки бизнеса в автономном районе ввели ряд мер по стимулированию спроса и обеспечению безопасности промышленных цепочек и цепочек поставок. Всё, что мне нужно, я могу купить и в супермаркете. Работники здесь и серьёзно относятся к противоэпидемическим правилам. Поэтому я чувствую себя в безопасности. Мы сделали дезинфекцию и уборку. В нашем салоне уже два часа работаем. Приняли более десяти клиентов, которые хотят подстричься или сделать завивку. Уверена, что по мере того, как пандемия будет ослабевать, у нас будет больше клиентов. 1 декабря в Ромчи полностью возобновили работу более 153 автобусных маршрутов, которые охватывают шесть центральных районов города, а также аэропорты и станции скоростной железной дороги. На линии выпустили также 6400 такси, половину от общего числа в городе. Кроме того, вновь стали доступны услуги экспресс-доставки для получения посылок из других городов страны. Мы создали 11 команд для доставки посылок в районах с низким эпидемическим риском. Мы уделяем большое внимание противоэпидемическим мерам. Например, доставив посылку к воротам дома, мы дезинфицируем её. Ждём примерно 40 минут, и лишь потом звоним клиентам и сообщаем, что посылку можно забрать. Предприятия по производству масла и переработке зерна в городах Хамии и Тачен наращивают производство, чтобы выйти на полную мощность. Кроме того, власти Синьдзяна приняли меры для стимулирования поставок овощей в регион в зимний период. Так, для поставщиков из-за пределов Синьдзяна введены льготы.